Девушки отдыхают 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 Я не знаю Девушки отдыхают Это да. Это, конечно, да. Парень опасный, но пока, опять же, мы из тех игр, что видели, он, по-моему, только один раз выиграл. Пересколько там раз появлялся? 6-7. Да и банили его очень часто. То есть, видно, команды хотят им играть, но не получается им играть. Это синдром DrawRanger, вот серьезно, в рамках этих квалификаций. Хотим играть на DrawRanger, а у нее винрейт 27% из 11-12 сыгранных игр на турнире. Кстати, о DrawRanger. Пока что бан Лайвстилера, Абадона и Омни Найта. Абадон при этом забанен самими агрессив мод, они уже взяли себе Слардара, и у них есть элементарные синергии. Мы глимсуем человека под Kinetic Field, под стан того же самого Слардара, и разваливаем физдэмэджем. То есть, все очень-очень прозаично. Единственный вопрос, кого возьмут, чтобы собирать тот же самый Дизолятор, допустим. Если Темпларк бустил этот минус армор, который изначально накладывает Слардар, сейчас такого персонажа пока мы не видим у команды. Клинкс. Клинкс. Залетал парочку раз от товарищей, в принципе. Переменный успех был, в отличие от Лон Друида. Там прям совсем все печально. Ждем последний бан. Нужно подрезать сейчас, наверное, кого-то из суппортов или коров также пройдутся. Но SF. SF, очевидный вариант. SF или DrawRanger. Что-то из этого надо закрывать. Из двух этих вариантов явно SF. У SF больше винрейт, SF больше делает работы. Да, это не получилось продемонстрировать на предыдущей карте. Но не будь там SF, вполне возможно, все закончилось намного быстрее. Может быть. Это мы уже никогда не узнаем. Так и банится просто плацик. Ну что же, Лич моментально забирается. И ответочка от агрессив мод это Enchantress. Удивительно! Поехали. И при этом здесь нет героя, который может эту Enchantress успешно гонять. Да, вроде бы и Винтера Виверна, и Лича не обладают магическим дэмэджем. Но Винтера Виверне для этого нужно грамотно попадать бластами. Лич довольно медлительный на самом-то деле. Особенно на фоне Enchantress. Бласт там не будет тебя спасать в этой ситуации. Ну, узнаем, как это получится. Конечно, можно просто закидать постоянными Frost Blast, Splinter Blast. Много возможностей. Не, Брюмастер! Вот, это уже заявочка, кстати. Брюмастер мы видим не так часто, но когда видим, он прям хорошо залетает. Сейчас просто ультимативное решение от Chicken Fighter. Ставим лондруида в мид, берем еще урс. У нас три медведя. Четыре медведя. Четыре медведя? Ну, лондруид сам же тоже медведь по своей натуре. Смотри, так тогда еще три Брюмастера надо считать. А, ну все, у нас тоже. Периодически. Их все больше, чем стано медведей. Агрессив мод, чем ответят? У них вообще все дополнительное время мира в запасе. Им нужно показывать коры, наверное, и миддеров уже будут оставлять. Но, с другой стороны, метовых миддеров сейчас не так много. А вот коры, которые вы можете поставить в легкую линию, побольше будет. Это да. Здесь еще можно попридумывать что-нибудь эдакое. Кто у нас еще есть? ОД, да, который сегодня не появлялся? Бауэр, да, Сларк, ПЛ. Все как бы доступны. Ну, в мидд линию. ПЛ, конечно, не очень приятный бой. Но могут рискнуть. Зевсы какие-то, ну, слишком хлипенько это смотрится. Да и со Слардаром никак не сочетается. Под Слардара вы должны брать героев, которые бьют с руки. Чтобы все это работало как и надо. Ну, скоро узнаем. Вот будет работать, не будет. Полтора минуты остается. Но мы помним, да, где они потратили на первый пик все время. Сейчас старатят съесть. Почему бы и нет? С учетом того, что там Винтера Виверна, нужно еще поаккуратнее с милишными героями. Скорее всего, Слардар будет выступать в качестве одного такого танка. Может быть, о каком-то ДК вообще вспомнить? И пуш потенциал у вас увеличивается, и под Слардар это работает, и стан дополнительный. Мид-линию он не проигрывает практически никогда. Ну, практически никогда, это хорошая статистика. Ну, понимаешь, как бы он может его не выиграть, но за счет пассивки его тяжело выкнуть с Лайна. Это все-таки СССР. Показали мидера в первую очередь. Интересный план. Кого же они будут тогда Кэрри пикать? Сларк. Серьезно, Сларк. Серьезно, Сларк? Только если серьезно. Ну, опять же, брать такого героя против Винтера Виверны. То есть Сларк с его скоростью атаки, он съест любой таргет, на которого кинут курсу, и он будет рядом находиться. Это очень опасно. Забаннили Морфлинга. Против Морфлинга здесь действительно нет никаких ресурсов для того, чтобы контрить его, там, перекачки и прочее, и игру со здоровьем. Поэтому лучше от греха подальше забрать. Ну, пусть будет так. Последний банли команды Агрессив Мод. И следующий пик также за ними. Минута времени у них для этого есть, чтобы решить, кто куда и зачем. Опять-таки, можно, что у нас там, кого-нибудь. Это Мидера забанить какого-нибудь. Кого мы видали? Мидер против ССФ. Штормов не вариант. Тут контроля немало, по-моему. ССФ спокойно соберет себе какой-нибудь там Бладторн, если этого потребует ситуация. Это там. Я бы вот вспомнил о Разорах, которые появлялись у нас в начале этого турнира на квалификациях. Но брать героя только ради того, чтобы он там выиграл. Просто Разор хорошо будет смотреться на средних таймингах. Вместе с Бримастером они могут так же, как-то давить. Забанили Мипа вообще. Ну, снова боятся, знаешь, что такое, как бы, финальный аккорд, типа, ребят, давайте, у нас уже нечего терять. Мипаря берем и пытаемся разваливать. Ну, это здраво. Здраво, опять же, со стороны Агрессив Мод убрать героя, который может в соло вытащить все возможные тайминги. Ну, и последний пик. Кэрри, герой. Кто у нас там? Сларк, ПЛ, да, не из очевидных вариантов. Ну, ПЛ против Примастера, это билет в один конец. Урса. Урса, о, Урса вариант. Ну, опять же, Урса под Винтер Верну. Все Винтер Верна портит. Рикки Марова почему-то вспомнили. Ага. Хороший астрот там. Ну, мы столько раз видели, как парни на 50 хп уходят в невидимость и их не могут убить. Хочется пошутить про третью карту, но не буду, потому что тут есть шансы в Агрессив Мод и с этим Рикки выигрывать, конечно же. Ну, почему? Не самый плохой вариант, который они могли сделать. Все еще. Драка очень сумбурная будет для команды Chicken Fighters. Там, влетел Слардар с Блинка, дал стан. Импетуса от Enchantress летает. СФ наваливает Скайлов с рук. Где-то Рикки еще грызет ваших суппортов. Ну, вот и Клинс, в общем-то. Прочитано. Инвиз против Инвиза. Конечно. Легендарная битва у нас на экранах, друзья. И сможет ли команда Санейка отомстить Лилу и выйти на третью карту, как это было вчера, допустим. Там, правда, в другой последовательности у нас команды побеждали. Ну, пора менять, как бы. Расклад сил сначала одни выиграли, завтра другие выиграют первыми. Ну и, да, забирают Скиттер себе Рикки Мару, Броничу на СФе. Суприм забирает Клинкса на Чарли. Кто у нас там? Лон Друин. Ну, вот так. Вновь. Ну, что ж. Пожелаем команде Чикен Файтерс удачи. Получается, что у нас Ронича-то играл сегодня два раза уже против СФ. Два раза его выиграл на Темпларке. И сейчас нужно будет самому воплотиться в этого демона. Скоро узнаем, насколько у него получится выстаивать в этом моменте против Клинкса. Что будет с этим делать, ребята? Не знаю, мне все-таки драфт от, наверное, Агрессив Мод больше нравится. Да, безусловно, очень сильно перетягивает на себя внимание Энчантрос в руках Лила, потому что Санейка на том же самом Личе, я уверен, сыграет хорошо, но Лич это не тот герой, который в соло меняет всю игру, всю расстановку сил на карте. Ну, это да. Тут можно действительно так немножко подставиться в этот момент неприятный, а потом уже не вылезти из него. Лич хорошо синергирует с Лондруидом. Когда ты кидаешь на того же самого Мишку щиток, он бежит вперед и любого поймает, любого заслоувит. Если так рассматривать, с Клинксом тоже куда приятнее будет охотиться. Ну, конечно, хотелось. Ну, мы помним, да, как Клинкс вчера собирался в медальон, выходил в леса на СФ, а и СФ за пару-тройку выстрелов рассыпался опять дезолятором этот медальон. СФ, безусловно, потребуется статы, иначе его будут очень быстро вырубать. Это, в принципе, то же самое, что мы видели и в предыдущей карте, то есть где играл сам Барониджи на Темпларке, дезолятором ты выходишь, даешь два удара, и у СФ остается 40% ХП. Это так. Не, действительно, ты ничего не сможешь даже сделать. Ну, невидимость, опять же, невидимость какая-то. Но я слышал, что СФ не это самое, не любит. Да, тут вся карта должна быть утыкана с интригами, с учетом того, что есть инвизор и стоят с другой стороны. Давай посмотрим, кто первый пойдет гонгать без тостов. Кто получит эту ачивку легендарную? Да, да, да. Кто рискнет? Клинкс уже себе варду набрал, 200 с клетки. И нормально будет на линии выстаивать. Потихоньку маленько продержится. Ну, вот опять же, если рассматривать Клинкса и СФ в центральной линии, очень многое зависит от того, как Брониджа будет вести на руны с ботлом. Клинкс явно может пойти по другому пути развития. Может. Здесь главное не за развиваться слишком долго, опять же. Да нет, нет, я уверен, что здесь... Если Клинкс не начнет быстро играть, если они все будут играть в какой-то фарм, все будет очень плохо у Chicken Fighters, потому что Лондруиду нужно время спокойного роста. У него вроде бы и на предыдущей карте было это время, но даже с ним он не смог реализовать себя. То есть никто же не трогал Лондруида, он стоял против Слардара, его не убивали. Лилха убивал Лондруида. Ну, до той поры, пока ты сам не пришел к Лилу. Лил к тебе не ходил в гости. Ты пришел к нему, стал ломать его дом, Лил рассердился. Не буди Лилха, пока оно тихо. Да-да, понимаю. Так и есть. На верхнюю линию отправляться в интерверно вместе с мемастером, тем временем в ответ здесь Спартан и Скитер на реке Дизрапторе. Основной замес может случиться у нас внизу. К тому же Лил пошел на разведку в мид, поставил в арт. Все больше и больше любят эту позицию. Импетуса на первом уровне от Лилы сразу же можно разминать всех этих героев вокруг, которые по мобильности с тобой сравниться не могут. Лилу скакал обратно в мид, ну и Суприм идет помогать на контролировании богатств. А что ему делать? В принципе, побегал, у него уже в качестве стрелы. Нормально. Кстати, тут интересно, так получается, что если не выйдет Дизраптор вместе с Рикки и Лилом на верхнюю руну, то три руны могут достаться в Chicken Fighters. Могут. Сейчас узнаем, что они придумают с этим. Скитер уже начал размениваться. Не слишком ли он агрессивно работает, что-то уже война пошла, но блинг на своего Спартана. Ее вроде заканчивается благополучно, хотя Лила могут напрячь Артик Дебион. Все, он еще работает и половину-то здоровья поснимали. Стягивается Дизраптор, сам получает пару ударов и три баунти руны могут забрать сейчас. Очень много здоровья выдели сейчас всего, опять-вотвы. Мод. Ну, там одну руну хотя бы возьмет Скайл Ларк, по всей видимости. Должен, иначе прям совсем будет прискорбно. Да ладно! Вот это было бы сейчас опасно! Если бы заденайл еще Чарли, это было бы катастрофой. На секунду стало страшно, действительно, но тут у Милна куда серьезнее проблемы. Сейчас полетит Импетус от Лила. Оп! Поехали! Лил получает дополнительные деньги. Лилу, правда, сейчас с разворота могут убивать. Будет ли какой-то... Бодиблок не пускает Саберлайта. Саберлайт лишь по лицу получил пару ударов. Очередной Импетус Лил развлекается на своего героя. Ребята, там крепасы. Крепасы на линии. Казалось бы, куда интереснее. Саберлайта прогоняют уже под вышку. Санейка! Куда ты пошел? Санейка пошел в таверну. Два фрага для Агрессив Мод на первых таймингах. Там первая минута даже не прошла, ребята. Курьеры считают... Вы серьезно? Остановитесь, ребята. Chicken Fighters все же нормально было. Что началось? Три руны забрали. Их сейчас практически полностью компенсировали. Агрессив Мод, я думаю. Ну, нечестно, согласен. Три руны, а тут ребята без денег вообще. Ну, как так? Ну, просто три руны его просто кликнули по земле, забрали, да, золото. А тут драться пришлось. Шмар. Курьерчик. Он тут теперь уже решил баланс сил восстановить Скайларка. Дает своего собственного курьера. Скайларку нужна помощь. Потому что кто-то пришел к нему на нижнюю линию. У него, конечно, есть фласка, но вот Санейка сейчас его будет пытаться загонять под вышку. Не, ну, Лил идет, но он идет как-то медленно, без телепорта. Просто пешком. Причем через лес идет. Крипы помешали Санейка. Не смог он дать бласта. Он уже откатился там. Брю мастер погибает. У Мила на сложности. Брю мастер. Странная тема. Да, странная тема. Действительно Саберлайт, который, казалось бы, на этом герое должен неплохо держаться на своем оффлейне. Но Брю плотный. У него много здоровья. Он там, если что, какой-то Клэп дал, пивом напоил, убежал под вышку. Но здесь пока не получается. На первого уровня. Ничего сделать не сможет. Там Рикки уже к третьему должен подбираться, по идее. На этом этапе на нижней линии тоже война происходит. Санейка опять начинает импедусами закидывать. И весьма-весьма болезнь она прилетает. Приходится отратить фласку. И в итоге его остановят частично. Но и вот Лил остался без маны, конечно. Нужно ее тоже подкопить. Манга есть, Клэрис есть. Надо будет использоваться. Все эти активности Лила привели к тому, что у него сейчас уже и сапог, и два манга, и Кларик. То есть расходников очень много продолжать это вот все безумие. Ну да. Тут парень уже готов закидывать, отступать. Там снова пытается убить Виверну на верхней линии. Но пока... Там подвышка вроде контролирует ситуацию. Вопрос к тому, что вновь. Рикки вроде бы постоянно агрессирует. Но при этом у него топовые крипстаты. 13 на 4. Это сейчас среднее по карте значение. Ну да, не ломают ему историю фарма, безусловно, Милан. Скитер, насколько же вот он нагло сейчас себя чувствует на этой линии? Нормально себя ощущает. Его понимаешь, его под крипами еще оставляют в соло. То есть суппорт далеко не ворует у него опыт. Ну а что? Все по плану. Нужно как можно быстрее получить шестой. И там он станет неуязвим. И победка. Если Лил приходит с крипчиком, а будет ли какая-то поддержка, это факт. И... Суприм погибает. 4-0. Команда Грессивно продолжает. Уверенный идти к победе. Да в том-то и дело, что это выглядит слишком легко. А как же вчерашний день? Как же это победа Чиккин Файтерс? Довольно уверенная победа, мы говорили после завершения всех карт. Крип закончился. Спасает это сейчас Санейка. Иначе там дальше пошли нарезать. Ну и вынужден подтягиваться на лоу-граунд. Здесь же тут его будут закидывать. Хотя... Ласка, есть, отопьется. И прогоняет Санейка просто с линии, чтобы Слардару стоялось полегче. Ну и Слардар 10 на 2. Так же плохо. Хотя, конечно, Лондурид стартанул. И теперь у него 18 на 8. А тут продолжение войны с Санейка. Еще пару ударов от Лила. Импетус какой-то должен спину отправлять. Ну вот Санейка чувствовал, естественно, этот Импетус. Поэтому подошел поближе. Я думаю, он почувствовал этот Импетус действительно. Проблема у Рики Маро. Все-таки могут его наказать, попробовать. Бласт есть, но не отскакивает Скитера. В итоге тот в безопасности. Скитер, остановись. Скитер прыгает сам на Винтера Верна. Но там уже есть хоть какие-то статы. Вернули Милана. Подрежет, да. Фраг. Легко. И просто Сайперлайт. Клэп. Слишком легко. Спартана хотя бы забрать. Ну да, это первый фраг сейчас будет. Стики. Не будет. Отмена первого фрага. Мы уже говорили, что Спартан очень хорошо выживал на первой карте. Как мы видим, на второй не расслабился. Ну, фласки, конечно, не хватает. Сейчас восстанавливаться очень долго. Несколько тангусов будут. Очень мало здоровья. Но можно на пятой минуте дождаться. Тут убивают в очередной раз Суприма. Семь фрагов уже. По всей карте их делают. Только что, казалось бы, там битый был Рики. Битый Дизраптор. Они убивают Флоу. Брюмастера, который приходит на линию. Пятая минута. Сейчас руны нужно проконтролить еще, да. Он не Флоу был, конечно. Но он восстановился после такой агрессии. Так или иначе, 0.7 пока агрессив мод идут очень бодро. Крипстаду тоже за ними имеются. 29 СФ, СФ толком никто не трогался. Сейчас убьют, конечно. Но это ладно, это ерунда. Там Лич пришел и помешал. Не, ну хотя бы. Хотя бы какие-то ресурсы выбиваются. Потому что глобально по графикам преимущество минимальное. Там даже фраг никому не достался технически. Крипчики забрали, видимо. Я думаю, что Суприм не расстраивается. Хоть дали время ему там спокойно пожить. Мы видим, что Клинкс также по здоровью очень сильно страдает. Спартан. Саберлайт даже уже не замахивается на него этими палками. Тратить на тебя только ресурсы. Это верно. Лело возвращается в мид. Снова с Крипчиком, наверное, каким-нибудь путешествует здесь между линиями. И готов просто любого. Если что, нет, Крипа нет. Ставит Вард. Дает информацию по Санейкам. Понимаю, что вроде бы Клинкса здесь нет. А здесь снова агрессия в сторону Саберлайта. Бедный Саберлайт. Пытается уже идти драться хотя бы вперед. Понимаю, что убежать все равно не выйдет. И откидываются. Но Скидер не спрят останавливаться. Приходит Лилл. Начинает резать Милана. Там вышка, ребята. Пора успокоиться. Что Квейвы? Вард есть, успокоиться. Милана убить за Тавером. И получится же это сделать. Еще один удар, да? Скидер прячется в лесах. Саберлайт под щитком лича. Пытается найти Скидера. Скидер убежал просто дальше под Т2. Его не находят. И все под контролем. Лилл, правда, мало здоровья. Остается Бласт какой-нибудь. Санейка. Хоть что-то сделать. Кинедик Филд запирает Саберлайт. Это с разоборота Лилл. Импетус в лицо. Есть Клэп. Но какая разница, если ты уже в таверне. Это девятый фраг. Саблкил уже просто выдают. Спартану хотя бы его. Есть минус, но это катастрофа. Просто на всех линиях ребята умирает. Не умирает разве что Лондруид. Но самое забавное, что если включить графики золота, мы увидим, что Чикен Пайтерс немного даже выходит вперед. Лондруид. Лондруид работает. Ломает крипов, ломает вышку. Половину уже догрыз. И в принципе на Лондруиде можно выехать. Попробовать. Сейчас у него пока все неплохо. Да, именно за Лоном-то не выходили на лайн. СФ. Топовая строчка. В принципе с мид линии там все понятно. Но не очень сильно остает Клинкс. Тут важнее просто когда Брониджа пойдет именно в ганге. Фурманшилл для Медведя. Очень приятный артефакт. На верхней линии опять какая-то заварушка происходит. Уже под вышкой у команды Агрессив Мод. Пытаются видимо Скитера напрячь. Но тут на безопасном расстоянии. Дотянуться до него так просто не получится. И что уровень уже есть. Что немаловажно. Скитера напоили пивом. Там даже какие-то проблемки по здоровью небольшие начинались. Но должен восстанавливаться. Сейчас 60 хп было всего-навсего. Спартан тут же пришел Лил на помощь. Сайберлайта разминает. Бласт. Бласт без демеджа. Ну прям. Да ладно. Да ладно. Гримсанули. Поймали Сайберлайта. Сайберлайта убивает Рики. У него при этом 200 там хп максимум. 290 он уже отрегинился. Это кошмар. Просто кошмар. Просто без шансов. Конечно сейчас попытается убить хотя бы Слардара. Он тут бежит. Попытается убить щиток. Жжет. Последний кусь. Не, не будет. Скайларк выходит. Здесь приходится забивать Синистер Гейс. Хотя бы СФа закрыть. Выживает Санейка. СФ погибает. Слардара. Зачем? Непонятно. Хорошо. Рики отогнали. Забрали вышку. Действительно приятная тут ситуация сложилась для команды Чикен Файтерс. Они уже тысячу с лишним золота ведут. В этой бесконечной гонке фрагов, казалось бы, агрессив мод имеет много очков, но мало денег. Это неприятно. Опять же, 4.10. Но тысяча Нетворса перевеса в плюс для коллектива Чикен Файтерс. Просто при прочих равных, если будет продолжаться равная игра по Нетворсам, Рики будут получать свои артефакты. Ничего не поменяется. Точно так же будут убивать вас очень много, быстро и больно агрессив мод. Вполне возможно, что так и будет. Потому что там начнется вообще безобразие, когда и Слардара доберется. У Слардара, в принципе, все не так уж и плохо. Но, за счетом той ситуации, что бремастера убивали много раз, много-много раз, а Слардара толком не трогали. Ну, там, пару раз убили. У них равные Нетворсы, и как бы бремастер чувствовал себя неплохо. Посмотреть глобально. По лавалам также ситуация довольно схожая. Никто не вырвался сильно вперед. Именно сейчас, с 10-ой минуты по 20-ую, начнется самая активная стадия, когда команды будут играть уже не на линиях, а начнут ходить в ганги, забирать какие-то обжективы на карте, забирать Т1 и, возможно, задумываются о Рошане. Но до этого еще нужно получить артефакты на руки и иметь более серьезный дэмэдж. СФ пока на это не способен, Рикки тоже. Да, пока вот не бойцы. Это против Рошана, конечно, нужно им посидеть. А вот Клингс в этом моменте. Клингс, да. Слон Друид. Поинтереснее смотрится. Медальон плюс Дезолятор. Все еще не забываем про эту возможность. Причем начинает с Дезолятора. Даже Медальон не стал закупать. Ну, самое достаточно. Райт-кликом плюс не подставляться и самому по армору здесь. Ну, так вариант есть. Восстанавливается Слардар. Ну и давайте смотреть, получится ли дальше выходить. Т1 сломали на нижней линии. Можно попробовать выйти в мид. Конечно, Брюмастер получает себе шестой уровень. Хотелось бы ему уже Прямо Сприт заполучить наконец. К 10-ой минуте хотя бы. Ну, с этим ультимейтом действительно он будет больше развлекать в этих драках. И нужно будет его игнорировать. Наверное, быстро с пандами здесь вряд ли кто-то сможет справиться. Возвращается СФ. И готовы сами ломать мид. Попробовать. Пока непонятно. СФ не стал там где-то по лесам бегать. Потому что по лесам бегает уже Суприм. Ну, там сейчас найдут Лича. Должны его съесть. Прожок на Санейка. Успевает на себя щит повесить. Но он убрёт ещё раньше, чем придёт подмога. Есть телепорт. Лон Друид без Медведя пока что. Всё хорошо. Пошла просветка. Замечательно. Просветка есть. Ну, статов 6 хватает. Запас. Должны закрывать. Ну, Скиттер действительно отсюда не должен пойти. Хотя прыжок. Налил ещё один. Скиттер. Всё, закончился. До свидания. А второе будут? У Клинца есть? У Клинца есть досты? Да нет, конечно, дастов. Ты что, я же кор. Повезли его. Им Скиттер всё убегает на святыню. Лил красавчик здесь. Не побоялся вернуться, чтобы до него прыгнул Рикки. Ну, попробовать кого-нибудь другого забрать. Например, Дизраптором можно закрыть. Гнедик Филд ультимейт. Эти репорты от Лил. Он уже уйдёт Спартан-то. Ладно, вот это неплохо. Спартан неубиваемый. Просветка. Тут курса в ответ. И Спартан всё-таки должен закрывать. Бласт. Бласт. Есть. Не закрою. А если бы Дизраптор был тут один, без тиммейта, он бы выжил. Вот что самое забавное. Такое, конечно, заявление. Здесь опять пытаются втроём закрыть. Понимаешь, что курсы вроде как нет. Снова прыгает на Лилу. И надо бы отступить. Синистер Гейс вылавливает Скейтера. И должны его забивать. 6-11 уже. Всё. Преимущество у вас было по старту. Сейчас его уже отменяют. Хотя СФ всё ещё держится. 444 золота только что было. Атака спид выбирает себе там. У нас СФ, как я понимаю, на 10-м. 20-така спидом. Скорость оплаты. Будут терять вышку. Он богатство забирает ещё снизу. Бримастер как-то Чикенфайтер чуть увереннее на ноги, что ли, встают сейчас. По крайней мере, на первых таймингах. Несмотря на эти удары судьбы в виде просто 9 фрагов за сколько там? За 7 минут сделали её. Ну да, неприятно. Но, как мы видим, ранние фраги ничего особо не делают. Телепорт от Милана, но Лил импетус просто в спину и отправляешься отдыхать. Ещё импетус Суприм по скейтеру. Успевает уйти под вышку. Полетел кирпич. Скейтер за ёлку не ушёл. Там Лил ждёт. Как только потребуется, он прыгнет и всё. В безопасности. Может быть, СФа закроет? Но проблемы теперь у самого Сайберлайта уже могут быть. Дизраптор на готове. Добедать команду закрыть. Но внезапно сам становится жертвой. Спартан успел откинуть ультимейт. Вылавливают. Есть там минус. Первый. Второго тоже будут закрывать. Стики прожжён. Это не спасает. Ещё один удар от него. И промахивается. Должны догнать Сайберлайта. Хоть что-нибудь ещё отпустили. Но сами биты боятся заходить под Т1. Но в итоге Спартан выжил. А Клинкс-то нет. Да. Касалось бы, он даже промахнулся по нему с отек штормом. Но Клинкса обратно запихнули под него. Отлично. Сработано получилось. И что дальше? Дальше нужно не останавливаться. Что вам-то ломают базу, а вы пока нет. Т1 все стоят. Что с этим делать надо, пока не ясно. И лондруиды вы опять же забыли. При том, что сами не бустите сильно. Рикки отстаёт от вражеского кора уже на 1300 золотых. Это немало для 12 минуты. Там половина какого-то серьёзного артефакта. Конечно. Здесь хотелось бы видеть одинаковое на творце. Но, как мы понимаем, Рикки фармить просто физически не в состоянии. Так же, как лондруид это делается. Рикки должен фармить вражеских героев. А пока для этого нет ресурсов, он собирает себе диффуза. Станет чуть попроще. Ну да, это было бы интереснее. Физуал байт. Поможет, конечно, но... Опять попытка выехать. Он на косте бегает с Аннейком. Разворачивается. Фейземс появляются для ремастера. Будет чуть помобильнее. Врываться на вражеские позиции. Но тут всё уже будет... Они, знаешь, как волны накатывают, сталкиваются. Быстрый агрессивный файт. Куча всего. И вновь уходит фармить на 2 минуты-3. Ну, а что им переживать? В принципе, агрессив мод поняли, что они уже сейчас не могут настолько же активно убивать, как это было на первых лвлах. Им это показали. Да, поэтому нужно сейчас добираться до артефактов. И потом уже выбираться в те самые сражения. Поймали лондруида. Но хватит ли без ума, чтобы его пробить? Вот ещё вопрос. Самый главный. Прыгают импетусы на курса сразу. И всё, убегает лондруид. Но Рики не убьют за эту курсу. Полетел, кстати, чайник. Чайник неплохой. Рики. Хоть кого-нибудь здесь подрезать по итогу. Рики ещё и через гипноз поймали. Убивает скитера. Минус лил. И ситуация 5-3. Агрессив мод даже вышку свою защитить сейчас не смогут. Спокойненько разберётся с Никлинкс. И можно уже подтягиваться к Т2. Все позиции. Верхняя, мин и нижняя линия готовы. Либо можно вплоть выйти на Рошана. Опять же, вариант такой доступен. Вот Виверна там показывает урон от курсы. Страшные цифры. Но что поделось? Молнии уже у Мишки должны появиться. Совсем скоро прогрежены. Должны бы. Ну, не совсем скоро, конечно. У него пока ещё только бомб там. Но... Учитывая, что сейчас Альдрейд начнёт разгоняться. Под смоками телепорт был. Сделан Дизраптор. Но всё убегает. Рикимару на передовой. Но не хватает информации, чтобы Дизраптор смог вернуть кого-нибудь на Глимс. В итоге уходит на безопасную зону. Но у нас и с той, и с другой стороны, очень оборонительный Вижен стоит. Что у Дайр, что у Рейдиант. Видят они только свою половину карты. И все перемещения даже под святынями. Остаются под вопросом. У нас Вижен. Показывает, что на верхней карте, на верхней линии видно Рикимару. Он подфармливает на варде. Ну, а СФ, понятное дело, пока не высовывается вообще. Он первый по Нетворцу. 6500. Но пока мы СФа не видим нигде. Рикимару подключается периодически. А СФ пока сугубо фармит. Пару ударов из-за спины делает СФ. Но, безусловно, не становится ключевым изменом во всех файтах. Рикки, он, несмотря на то, что у него всего-навсего там тысячи здоровья, он всегда ныряет прям в гущу сражений. Да, безусловно, по-другому и нельзя за Рикки. Но за счет магического демо, что я вот боялся, что в него чайник попадет. Потому что если в него попадает чайник пару раз, Рикки уже нет в игре. Ну, вот подрезали спокойненько Лича. Это легкий фраг должен был для Рикимару. Надеюсь, Спартана прогрызли. Но Медведь пока еще не такой опасный. Корни еще не прошли ни разу. Все закончилось благополучно для него. Хотя Супремя, если бы поблизости, можно было бы и закрыть. В итоге Клинис все-таки дособрал медали. Он не стал сразу в дезолятор уходить. Я такой, ребят, давайте, я готов. Можно идти и ломать ршан. Рикки остался один. При этом он не боится нападать на Чарли. Чарли обратился. Но нужны тиммейты для Скитера, чтобы такие фраги делать. И тиммейты на другую часть карты. Но он развлекается, по большей части. Главное, чтобы это развлечение сейчас не привело к его смерти. Рядом уже Милан, рядом уже Сайверлайт. С достами. Лондри тоже с достами, кстати. Так что все нормально. Не под контролем у них. Вышку снизу пытаются забрать. Но забирать тавер они будут очень долго. Хорошо, хотя бы здесь есть катапульта. Скитера нашли, просветили тиммейты. Подходит Спартан на него. Рикки должен прыгнуть. Но он не успевает это сделать. Такое ощущение, хотя бы одну кнопку нажать. Нет, Скитер в таверне 30 секунд. Не позволили ничего нажать. И спокойненько разобирается с Мелькимару. Но с нижней линии, конечно, попытались отойдить. Я бы сломать, это получилось. Однако вам тоже Т2 начинает напрягать. И надо с этим как-то разбираться. Клинс пробежал дабл деммэдж, который за его спиной заспаунился. Улетает на верхнюю линию. Не сбивает телепорт Лилу и Рейнджа. Клинкса. Но под Курсу никто не бьет. Это просто для того, чтобы зафиксировать СФ. Но не отпустить, не отпустить. Здесь Кора должны. Станчик от Скайларка. Хорошо убить Лон Друида. Бронича там хотел взорваться, но таргетов-то нет поблизости. Сайберлайт уходит с разворота, может быть, как-то. Ну, этот продолжает захидывать. Понимаешь, что где-то здесь информация есть. Глимсует в упор под СФ. Пару Кайлов. Ультимейт не пожалели. И закрывает. Клинкса. А, нет. Клинкс прилетел на святыню, но не побежал к своей команде. Просто продолжает фармить. Видимо, не хочет драться пока что. Дезолятора нет, ребята. Я не с вами. Разбирайтесь без меня. Рики. Под хайграундом вражеским. Рики же сейчас увидят. Да, мы поймали. Скан пошел и... Развели на ультимейт, как минимум. У Клинкса. Ну, Клинкса, да. Развели на ультимейт. Мы это уже вчера обсуждали. Что-то такая себе затея. Ну, допустим, если вы собираетесь в ближайшее время заходить на Рошана, это может быть полезно. Ну, надо тогда идти куда-то. Но как? У вас СССР только один. Кто не совсем проверен. Под стартаром, конечно, есть информация. Вард стоит. Но поняли. Гримс, пошли воевать. А просветка будет какая-то? Зачем просветка, если есть стан? Но хотя вот сейчас пытаются уйти Гримс. Он мог бы выйти просто из радиуса внезапно Варда. И коррозивхейс навесили. Да? Все, вопросов нет. Центральная линия. Что у нас здесь происходит? Один к прежнему еще стоит у Сил Света. Быстрее они перемещаются во все возможные файты. Но ДР вот нужно этим таргетом заняться. Ну, а что? Снизу он Лил занимается. Как вспоминает свою игру на Виномансере. Парень уже Драгон Лэнс после ПТ-хи. Чувствует себя весьма-весьма комфортно. Он довольно быстро разгонится. И начнет еще и Бримастера обгонять. Мувмент спид тоже себе взял. Скорость перемещения теперь поинтереснее будет. Опять же догонять парней. Хорошо. Гори Кимару там Евуза. Точно, за горами. И тогда тоже можно будет почувствовать себя более полезным в траках. Замедление лишнее. Опять же, моноберн. Ну, АСФ добирается до ПКБ. И теперь уже должен чувствовать себя тоже поспокойнее. И, возможно, будет подтягиваться и участвовать в сражениях своей команды. Ну да, не стоять там скромненько за спинами. Там еще и выбивается для Агрессив Мод Философский Камень. Отдать это Дизраптору. Ну, Снардар поносит до Блиндагера, возможно. Нет, не стали, не стали. Сам заработаю. Дизраптор тебе важнее. Ты подумай, если Дизраптор выйдет в какой-нибудь быстрый Аганим, допустим. Насколько все тяжело станет для Чикенфайтерс. Ну, конечно, хотелось бы. Быстрый Аганим. 20-ая минута. Пока только Философский Камень появляется. Блиндагер для Виверны появился. Тоже поинтереснее. Может быть, от спиня как раз-таки вылавливать какой-нибудь Энчантер. ССФ останавливается. Как раз-таки ССФ собрал БКБ. Ты в него курсу. Он стоит, грустит, сделать ничего не может. БКБ заканчивается, и вы его принимаете тепленьким. Дезолятор буквально вот уже на подходе. И с приму сейчас ни в коем случае нельзя погибать. А Скитер-то рядом вместе с Дизраптором, вместе со Слордаром ставится. Сентряк Кенедикфилд не поймали. И убегает с прим. Но возвращает обратно. Да ладно. Вот это неплохо. С такой дистанцией Дизраптор пытается подбайтить. Мол, ребят, мы хотим здесь подраться. Но действительно хотят. Пришли сюда все игроки Агрессив Мод. ССФ также рядом. Скитер заходит в спину. Но ему нужно очень аккуратно действовать, чтобы не пройтись по Сентряку. Ну а что им остается? Пытаться где-то ввести вот эту позиционную войну. И вся команда под Лон Друиды выходит. Если сейчас они его заметят, они все, они сигналят. Это может быть конечно для Лон Друида, если он не уйдет прямо сейчас. Он не ушел. А Кенедикфилд будет, а телепорты пошли сейвать. Убегают, отличный медведь. В итоге Чарлида будет жить. Убегают в другую сторону. Уже под сейв в качестве реквем, в качестве под сейва используется. И вот так вот одинокий Лон Друид оказался не один. Они все стараются драться именно под Рошаном. Потому что вот так вот выйти после выбитых ресурсов. Сентрик Шторм есть, Кенедикфилд есть. Только нужно сейчас Агрессив Мод понять, что Рошан уже падает. Нужно действовать чуточку быстрее. Изолятор прилетел, ко всему прочему. Рошан падает еще быстрее. Да у вас нет ультимейта СФ, но придется врываться. Ультимейт, Дизраптор хотя бы есть. Попробовать под ним. Лил заводит Крипчика. Подвязали сеткой. Поехали нарезать Сайперлайт. Очень много урона получала. А где закрывать Дизраптор? Просто разложится в ультимейт и все закончится. Там же Виверна на готове. Палят. Есть Глимс. Возвращает обратно Лон Друида. Вот она, Вайн Сенни пытается убить. Но там Гост, тот будет жить. Ультимейт от Сайперлайта. Поехали ловить Лила. Лил поймали. Курса ПСФ как раз таки. Пока не будет. Рикки так же погибает. Это Рошан, которого вы отдадите команде Чикен Файтерс. Байбэк Айт ССФ. Возможно, что и нет. Ну, пока не ясно, действительно, что будут продолжать здесь. Не смогли запокусить ни одного таргета сейчас. Агрессив мод. Там вроде бы очень много дэмэджа отдал Лил. Да, вот мы показываем под 2000. Видно, что и Сайперлайт прожимал ультимейт, когда у него оставалось всего-навсего. Там 150, по-моему, хп. Появился блин для Сайперлайт. Мы уже поймали его на Телькинессу. Очень неплохо. Можно работать, но дальше продолжение последовало. Минус Скайларк. И пытаются убить хотя бы Сайперлайт. Сайперлайт убивает. Спартан это делает. ПКБ нажат прямо сейчас. И должны идти дальше тогда, раз уж ПКБ нажали. Медведя добрыли. Но это, понятное дело, первый Медведь. Рикки восстанавливается через 3 секунды. Естественно, полетит он в этот файт. Нет танка у команды Чикен Файтерс. Ну, хотя бы имеется новый Мишка. Продолжается сражение под Рошаном. С первой карты на второй карте она перекочевала. Здесь мы продолжаем следить за тем же самым. Вардами окопались. Понятно, у него Рикки Марш так просто не подойдет. А что по байбекам? Оказалось, 22-я минута. Но сейчас показатель очень и очень важен. Потому что, видно, команды не скупятся на их прожатие ради Рошана первого. Можно продолжать Смог. Попробовать кого-нибудь опять отыскать на ХГ. Но Лил ждет. Если что, на готове. Подтягиваться. Смог спал. Информация есть. Можно фокусить. Но тут Синистер Гейс поможет. Для этого очень просто готов уже прыгать. Скайларк только куда прыгать-то непонятно. Есть танк Кентавра. Поехали дальше. Поймали Санэйка. Сетка пошла тоже в действие. Кого-нибудь бить будут сегодня? Никого не бьют. В том-то деле они просто обходят сейчас игроков команды Chicken Fighters. Спартан в упоре к Мишке. Мишка-то под дабл дэмэджем. Он очень быстро будет убивать Спартана. Спартан нужно спасти Кенетик Филд. Не подойдет Медведь к нему. Спартан отступает. Но тут уже Чарли. Бринджи опять же не дерется. Не дерутся. Агрессив мод. Они просто не бьют никого. Спартан погибает. У него есть байбэк, конечно. Но придется БКБ прожимать. Пошла армия. И БКБ для того, чтобы уйти. Попармит. Разберутся с ультимейтом Клинца. Импетусы. Медведя убить. Но Медведь уже там должен откатиться потенциально. Да, пытается, конечно, забрать. Сетка пошла в действие. Криимчик и ПП плюс 200. Слушай, один удар по Медведеву. Все, 30 секунд. Нет Медведя. Окно. Прожали Даст. Не попадает по Рикки. Рикки успел прыгнуть на ХГ. Глимсанули. И убивает Лича. Неужели этот файт выигрывает? Все-таки игроки команды Агрессив Моца Нейка. Живет. Еще один удар нужен и есть. Минус. Но там байбэк тоже может быть. Сайберлайт бегает. Пока что есть ультимейт. Остановили его. Накрыли тучкой. Ультимейта не будет. Байбэка нет. Застанет тоже двоих. Есть и Нестеркейс. Убивают Скайларка. Брониджа. Ультимейт. Пытается подсобить хотя бы Клинксан. Но тут тоже не получается. Суприм живой. Скушал крипа. И побежали далее. Бесконечный файт на Рошане. Уже идет там 3,5 минуты по-моему. Скитера. Скитера видят. Показывают, что он там бегает. Ребята. Уходят. И знаешь, и там крипы где-то уже. Т2 падает. Там просто... Крипы знают, что нужно делать, чтобы выиграть доту. Что там герои воюют? Воюют. А, ладно. Работяги. Штурмуем Т2. Ну, пытаются снизу, конечно, крипы. Да, и разобавтся с Т2, но пока не получается. Успокоилось это безумие. Клинкс убежал вниз. И Рошан живой. Перекрестился. Слава богу, они ушли. Ну, там, конечно, эти драки просто кошмарные происходят. Но вот такие никто выиграть не может. Эти драки. Видим, что на Творце в нуле. Рошана раза два довели, по-моему, там до 30% хп, но добить так и не смогли. Да, уж стоит, стоит команда друг друга, безусловно. Очень приятно смотреть такой финал. Что у нас там за Дизраптором? Какое-то движение идет. Дизраптор ворды ставит, за этого Клинкс может поймать. Ну, тут вся команда за спиной Спартана. Прыжок на Клинкса. А если Клинкса сейчас вот так легко убьют, но не хватит демеджа. Хотя, Рихимару-то уже показывает класс под диффузами. Пету спину, но там Чарли, в принципе, мишка пухленький. Не пробить так легко. Управляет медведя на базу. В случае, когда два раза подряд там умудряются убить этого медведя, опять возвращаются под Рошана. 30 секунд до Клинкса. Вы не успеете убить Рошана за это время. Да и тем более пойдут 12 Чикенфайтеров, там есть Чайник, есть Курса, есть Ультимейт Брюмастер, есть чем отвлекать. Немание. Да и Рошан весь фуловый. Конечно, тут придется очень много времени потерять в очередной раз, чтобы попытаться хотя бы забрать. Хотя бы вверх запушить, там снести Т1, какие-то ресурсы поблизости, которые находятся у соперника. Но чтобы вы дрались не просто так. Ну это да, потому что пока все это перетекает примерно ни во что, ну перетекает во время. И в Тир-3 нейтральные артефакты потихоньку, маленько. Баунтируют тут, подконтроливают. Все потихоньку тоже развивается. Они подумают, мы же не хотим быстрой игры, правильно, ребята? Зачем? Этот финал закончится за полтора часа, это не дело. Давайте 70-минутную катку завезем. Есть такое. Поэтому подождем еще впереди. Размен тронами. Вот это вот все. Основная проблема в том, что очень медленно начинает получать опыт героя, когда они просто вот танцуют в этой медлине на протяжении 4,5 минут. Вы вообще опыта не получаете. Фрагов вы не делаете. Максимум убили пару суппортов. На пятерых поделить эти пару суппортов. Таланты позже будут появляться какие-то ключевые. СФы никто догнать не может. Greater Fairy Fire. Для Рики Мару там выбита. Для Рики очень приятно с учетом его малого запаса здоровья изначального. Лишним явно не будет, я думаю, да. Подверь же Лондруид добирается до Мьелнира. Теперь поинтереснее будет ему Медведю кушать соперников. Там столкновение с Дизраптором, по всей видимости. Уже должны кого-то цеплять. Полетел Чайник от Лича. Чайник Спартана. Спартан ни в кого не стрекошел. Чайник разулетелся у нас Эберлайт, Кенетик Филд. Спартана продают. У Спартана, кстати, нет байбека. Это проблема. Ну что, должен тогда идти пытаться Медведя-то, возможно, не стоит так просто отдавать под святыни. И он, смотри, как грызет. Врывается в Лондруид. Импетусы минус Карли. Лил не контрится. Лил преследует. Дальше Сайберлайт, который собирается прыжок. И Верну поймали ДСП. Просто сейчас один удар, и он отправится отдыхать. Колдебрейс не поможет. Вы забрали. Вы... Как? Зачем, Лонд? Зачем? Что, они дальше идут? Сайберлайт закончился. Ультимейт. Форстав. Блин. Проветка. Все. Сверху. Минус 3. И Санейка тоже. Четвертого. Не надо. Не надо по Т2 идти. Что? Чикенфайтерс. Ребята, зачем? Все же хорошо было. Какой-то Лиловский Гамбит. Отдали Спартана. Лиловский Гамбит? Отдали Спартана. Забрали троих. Ну, что тут сделаешь-то, действительно. Забирается Рошан еще для команды. Мне кажется, Лондруид, он просто не ожидал, что такое возможно. Он идет давить. У меня впереди Медведь. Все хорошо. Рядом бегает какая-то Энчантра. Если это какая-то Энчантра с тремя ударами отправлять тебя в таверну. Ну, не знаю. Не знаю, в чем был план. Ну, вот. Нам намекает. На края граун. Гроу, Боу, Пика, Сетка. Импетус. Она тебе так бахнет, что мало не покажется. Там еще и Коррозив Хейс как бы тоже не то чтобы мешает этому всему. Криты появляются у СФ от Агрейжины. Нужно по верхней линии пройтись все-таки в какой-то момент команде Агрессив Мод для того, чтобы забрать Т1, Т2. Это да. С верхней линией пока еще как-то не складывается. Т1 до сих пор не сломлено. Не надо бы что-то вот с этим поделать. Только вот что. Сейчас Рикки просто еще решает проблему по своему здоровью потихонечку. Сходил в больничку тихоньку, да. Но он становится все плотнее и плотнее. Соответственно, его вы не сможете забирать за магический проказ так быстро, пока он там под гипнозом Лича находится. 50 демеджа дополнительно берется. А зачем? 200 урона. Вы вроде бы Рикки пытаетесь убивать. Не по тому таргету работаете. Так он, смотри, он даже Хилдот не использует. Зачем ему эти Виспята? Нечоса тенденты. Падает вышка. Сэф без ауры настроения, но урона хватает элементарно. То есть у него тоже там 400 единиц здравствуйте на 30-й минуте. БКБ для Крингса. Может быть это исправит ситуацию? Я только что сказал 400 урона. При том, что это без критов. БКБ от этого не спасает. Санейка интересную игру ведет. Двойную игру, в те видимости. Стан от Скайларка забирают Санейка. 70 секунд без Лича. Очень много. Скитер собрал себе монтастайл уже к этому моменту. Да, да. Скитер очень плотненький. Лил забирает верхний аванпост. Нижний также принадлежит. Это перед 30-й минутой. Они не успеют за 30 секунд добраться туда. Такое ощущение. Они бы с базы выбраться для начала. Кринг спешит. Да, побежал. Понимает, что это опыт. Но крипы интереснее как-то. Все. Это двойной бонус для команды Агрессив Мод, которые не получают Chicken Fighters. Это да. Пока все идет по накатной. Манта стоял для Лекимару. Всегда говорят, ребята, они у нас под базой бегают, под цветыней. Надо что-то сделать, пока не ясно что. Т1 будет падать. Руны богатства контролятся. Ну, напополам их разберут уже 100%. Нужно идти дальше за вышками. Конечно, можно Т2 сломать. Реализовать Аегис нужно в этот раз уж точно. Вы так за этот Аегис дрались, что если он просто пролежит у вас и покроется пылью, прям обидно. КСФ все. АСФ уже на цели на победку. Т2. Там пока гоняется за Дизраптора. Рикки-то прилетел на нижний аванпост, глимсанули. Суприм, у Суприма нет маны. Рикки прыжок, Суприм, БКП и бежать отсюда. Ты посмотри на ХП Суприма. Один удар курса. Оборонительная курса, только для того, чтобы спасти Климса. Дизраптор! Дизраптор, а есть Вижен? Так, у нас там, кстати, с АСФом дерутся. Он телепорт нажимает, да ладно, зачем? Здравствуй, Суприм. 65 секунд таверни без байбека. Наверху тем временем все это время пытались убивать Лил. Лил по-прежнему жив. Да, к нему никто не придет на помощь, Лил скорее всего погибнет, но этот размен будет того стоить. Сейчас посмотрим. Ну нет, ну нет. Под хилл, пошла, форстафы, нарезаем. Ну ладно. Если бы здесь еще выжил Лил, это был бы перебор совсем. Это да. Но что можно сейчас переместиться и поймать на отступлении? Они уже бегут, Дизраптор готов, глимсанули Виверну, Блинкаут. Пытается скрыться, он там перерез. Там просто врывается Скайларк. Раз удар, два удар, Милан отправляется отдыхать. Лондруиды тоже видят и за ним сейчас отправятся в погоню. Лондруид, конечно, уже плотный, но здесь слишком много демеджа. Криты вылетают. Сэвэйдж Рор. Не успел. Чарли, Кенедик Филд запирают. Там его уже ждут на выходе с Кенедик Филда. Прыжок от Рики, два удара. Чарли под критами в таверну. 70 секунд, хорошо хотя бы есть байбек, но это минус-то два. И все это только в размен на одного Лила. Ну да. Притом, что драк... Ну, как бы, подожди. Размен на Лила, ну, наверное, да. Можно сказать и так. Да, только Лил, собственно, и погиб изначально. В том плане, что они убивали Лилу, просто потом пришли парни. Да, да, да. Его в драке еще не было. Был бы Лил в драке с парнями, там бы мало не показалось. Появляется, блин, Даггер для Дисраптора. Семья мстит. Т2 падает по усилу светом. И можно даже постучаться как-то в хайграунд будет с этим Аегисом. Лондруида нет еще 35 секунд. Я просто напомню, ребята, если сейчас команда Агрессив Мод выигрывает, они проходят на ланг, где разыгрывается 300 тысяч долларов. На секундочку. Между прочим, нехилые такие денюжки. Поэтому есть смысл сейчас команде Агрессив Мод просто не ошибаться. Скитер продолжает давить. Башер у него будет уже совсем скоро. МСФ оставляет одного на верхней линии. Но Лондруиду дали вернуться, скажем так, естественным путем на базу. Пощадили, да. Это верно. Вон еще и какие-то байбеки тут прожимал. 10 тысяч преимущество, при том, что ни одной линии не снесли на 33-й минуте. Может быть, не приговор для Chicken Fighters, но очень приятный бонус. Тенденция именно роста этих графиков. То есть они стремительно начинают расти именно сейчас, когда идут файты. Здесь вот хотелось бы, конечно, сейчас кого-нибудь поймать. И СФ. И СФ-то рядом. И СФ может стать жертвой. Это отличный выигрыш времени для команды Chicken Fighters. Но СФ уходит. СФ почуял неладный и сами готовы прожимать смок. Пабочка для Барониджа. Сколько у него там тысяч уже? 25? Это ужас, ужас. Ну пока 20, ладно. Ну просто куда страшнее, что у него 500 урона уже идет. Ну да, есть такие... 460! А то там драматизируем, преувеличиваем. 463. Тогда... У тебя что есть высшее образование, да? Конечно. Не зря как бы в медицинском университете 6 лет учился. Лотус Орб для Виверны появляется. Тоже приятный момент. Для какого-то файта, например. Там просто рейндж. Блин, страйка есть у Рики. Я боюсь представить, откуда он будет прилетать вообще. Ну а что остается делать? Так вот. Здравствуйте. Башаром еще в довесок. И 2000 здоровья, 23 единицы брони. Физический дэмп, думаю, что он неплохо резистит. Ну там под 60%, наверное. Поменьше. Поменьше должно быть у Рики. Ему хватает, скажем так. Слардар ничего не боится. Закупил себе гем. Бегает, выискивает парней. Ребята, я готов прыгать. Только покажите, куда. Пока никуда. Возможно, будут дожидаться следующего Рошана. Да невозможно, а 100% будут дожидаться. Во всех случаях, когда мы говорили эту фразу, они дожидали следующего Рошана. Только если подставиться под своей базой Chicken Fighters. Вот сейчас есть быстрый выпад на Лич, а? Лич погибнет. Телепорты, телепорты. Скайларк, устанчик. Все. Спасибо. И 47 секунд. Крипы, правда, далековато. Там Медведь сплитпушит. Да, Медведь сплитпушит. Соло бегает, привлекает внимание к себе. Не могут сейчас нести никак, естественно, святыню. За счет того, что все эти три вышки стоят у команды Chicken Fighters. Агрессив мод не получит преимущества по позиционке перед Рошаном. Клинкс пытается выйти с базы. Его сейчас увидят под гемом Клинкса. Но вижена нет. Нет какого-то варда, которого вы поставили на ту гору. Зачем варда, он сам сейчас подойдет просто к тебе. Но нет, Слардар уходит отсюда. Плюс ночь. Должны были прокликать Слардара уже 10 раз, что у него есть тот самый гем и не подставляться под него. Должны были. Сделали ли это? Другой вопрос. Ну что ж, втроем пока что на верхней части карты. Рикимару в миде. Там... Завтра на нижней линии. Попытка выйти именно на Скайларка. Ну и Сэфа вроде бы отрезали от его команды. Но вы быстро варене нижней-то не убьете. Можно попытаться, но нет. Просто плюнули и убегают. Побежали. Че это мы такие смелые, да? Ну они, да, без Лондруида, без льча решили подраться. Не самая лучшая идея. Рошан уже есть. И все. Заходим. И стоим пару минут. Проверяем, кто же первым зайдет. В прошлый раз Рошана убивали 4 минуты. Посмотрим, что будет сейчас. Это да. МКБ, кстати, для Лондруида. Ответка на бабочку есть. Нужно просто добраться еще до этого СФа, чтобы... Вопрос, да. Будет ли медведь бить? Потому что мы видели, как Лил неплохо медведя просаживает по здоровью. Да и, в принципе, все остальные герои тоже не просиживали штаны эти минуты. Да, вроде бы Виверну забрали, а Лил почему-то все равно Лондруида убивает. Лил по опыту отстает от Лондруида на пол-левела. Чтобы просто понимать ситуацию. Ваше главное орудие сейчас соперничает сражеской четверкой. Мне самая лучшая новость для команды Агрессив Чикинс. Чикен Файтерс. Агрессив Чикинс. Агрессивная Чикинс. Тут уже, что ни говори, агрессии не хватает. Что ломается Рошан, ты посмотри, сколько отрывает Брониджи под двойным уроном. Просто не стоит подступаться туда, иначе можно всем умереть. Либо сейчас курсу выдать в Лилу, и там Брониджи всех убил. Хотели подраться. Скайларк с оборота запрыгивает под святыню. Его можно пробовать убить. Скайларк пока живет. Лоту Сорб начинает расстреливать его Суприм. Тем временем по СФ очень много дэмэджа дали. Поднимает себя в ветра. Поднимали его в ветра, точнее. Курс Сабр, чтобы остановить сейчас. И продолжение готово. Лил уже рядом. Скитер тоже поблизости. Синий Стергейс, но врывается. Вот он Фир. Неудачно. Проблема мог быть Манда Стэйл. Прожимается. Успел уйти Рикимару в недосягаемость. И теперь пытается разрезать Суприма. Но Суприм убивает. Дизраптор тоже фокус идет по Брюмастеру. Брюмастер сложился обратно. И это минус. Телепорт. Успеть хоть куда-то сбить не получается. Гринцов не хватает. Ай, ой, нет. Дизраптор погиб. И в итоге это минус лич. Двоих на одного. Но все равно не самая плохая драка. С другой стороны, Аегиста не выбили. Сыр также в наличии. И все, сейчас может быть плохо по хайграунду. Там был интересный момент, когда СФа подняли в Юл. И это его спасло. Потому что у него было там 50% здоровья. Он очень быстро рассыпался. Хороший. Ну там... Разделилась драка просто на два разных фланга. И, видимо, решили, что будем убивать вот верхних ребят, а не СФа. Суприм. Суприм. Минус Суприм. А если байбэк? Ну, байбэк хотя бы имеется. Байбэк придется прожимать. Иначе вы потеряете сейчас всю базу. Ох, ребята, ребята. Неужели так просто все закончится? Можно идти дальше ломать. Под ЭТ-3. Не, выкупаются. Укрепление строений. Ждут. Брониджин не боится. У него все еще есть Эггис. Скитер с... У Скитера сыр. Он ищет Милан. Он тут уходит на блинкауте. Скитер уже действительно выступает как такой отвлекающий маневр. Вы знаете просто, что где-то есть Рикки. Который пробежал за Т-3. Ну что, вышка упала. Также сейчас будут падать бараки. И вы ничего не можете с этим сделать. 35 секунд до Клинца. И центральную линию точно так же сейчас будут в лоб скорее. Все сносить. Нашли Скитера. Окей. Скитер уже и не боится в принципе. То, что его найдут. 2000 здоровья. И достаточное количество резистов. В этом скорее всего и план. Чтобы Скитера нашли. И дали команде информацию. Переключается в центр. Крипы далеко. Но бэкдор там уже должен быть сбит. Да, ломаем вторую сторону. Пошел Рипэр Кит. Там еще и Лич, который мы уже много раз обсуждали в рамках данной меты, где его стали часто пикать. Очень сильно замедляет этот процесс уничтожения вражеского хайграунда. И мы видим, что агрессив мод, они осознают вот этот шелест купюр 270 тысяч долларов. Не стоит заигрываться. Если вы можете спокойно снести все остальные редуты. Chicken Fighter в любом случае выйдут с базы. Вы поймаете парочку героев. И без каких-либо ошибок заберете данный финал с счетом 2-0. Да, варианты такие есть. Вообще без проблем. Или заходите в анпост и спокойно идти по верхней линии. Сатаник еще появляется для СФ. Парень вообще не собирается останавливаться. БКБ для Лила. Поехали. Здравствуйте, я четверка команды агрессив мод. Приятно познакомиться. Минус 8 untouchable slow. Его можно не пытаться бить с руки. Да, это просто невозможно. Abyssal Blade для Рикки Майл. Теперь все могут стоять. Встань и смотреть. Их убивают. Последнюю секунду успели, кстати, отхватить аванпост до 40-й. И получили себе небольшое преимущество. Ну, даже не преимущество. Остались хотя бы на равных соперникам. Ну, пытаются, да, как-то подзаработать. Нужно рейте реализовывать в любом случае это Таегис. Поэтому будет попытка атаки от агрессив мод. Может быть, сплетануть две линии. Просто мишку начинает развлекать. Через бласт быстро уничтожаются крипы. Есть щиток на Тавар. Тавар пробивает очень долго. Неприятно, конечно, да, без урона. Но заходит Асэф. Все еще Аегис. Помним об этом. Лотусор прыгает. Abyssal Blade минус. Санэко моментально сразу байбэк. Пошла война. Собирает прожил ультимейт. Треться убить Барониджу. Но там Аегис. Пошла армия. От Клингса есть курса. И вот можно убить хотя бы Лилу. Успеет ли это сделать? В общем, вопрос. Не хватает ресурсов. И последняя точка минус. Выкупается Лилу. Готов идти обратно. Разбираться с Супримом. Суприм в колдем рейсе. Ультимейт Асэфа. Один на один. Дерутся. Суприм проигрывает эту драку. У Суприма нет демэджа. У него-то нет никаких МКБ. И по итогу подцепили сейчас еще и Рики. Рики погибает 90 секунд без байбэка. Наверное, стоит отойти. Полетел чайник. Спартана также должны добрать Сайберлайт. Санейка 1000 крит словил и погибает. Но большая проблема. Это минус Айгис у СФ сейчас. Успеет ли прикидил? Пришел Лил. Сайберлайт. Сейчас можно убивать. Буквально один удар. Нужно по нему нанести. Расстреливают. Клингса убивает. Да ладно. Лил. Лил все это делает. А наплевать. Конечно же. Какая разница. Сайберлайта нужно добить. Еще один удар. СФ взорвался. Но тут есть Лил, которого вы изначально убили. И один на один. Поехали резать. Прошел БКБ. Уже Суприм был возвращаться с Байбэка. Нужно быть осторожным. Лилу стоит отступить. Хейт Лилы, конечно, дикий. Лил уходит до пики. Еще 15 секунд. Мобильность его пока спасает. Нужен какой-то контроль. Хоть что-нибудь. Корни Лил бежит. 10 секунд до пики. Никто не придет к нему на помощь. Кенедик Билд. Вау. Как же круто действует Спартан сейчас. Ребята, все нормально. Сейчас все будет. В плане никто не придет на помощь. Мы же семья. Кикинул и убежали. Тебе нужна помощь, брат? Да, брат. Спасибо, брат. Все. Брат, брат. Вот это да. Идео появляется для Дизраптора. Дальше. Ну, вот видишь, вроде бы хотел Лаганим, но не хотел Лаганим. Собирает по технику другие позиции. С другой стороны. От Дефоля. От Дефоля выбили байбэк Лилы. Преимущество только что было там 18-19 тысяч золота. Осталось 15 тысяч. По опыту вот интересно, что происходит. По опыту тоже камбэк. До 22 тысяч примерно преимущества, усил, тьмы. То есть, хотя бы выиграли себе несколько минут на фарм. Другое дело, что вы до вражеской базы не доберетесь. Ну, пока да. Конечно, пока все живы. И байбэк есть. Команда Грессив Мод, они вам не позволят зайти на хайграунд. Но только кто-то помрет без байбэка. Медведь побежит, грейзь просто все, что движется. Ключевым выводом-то из этого файта становится то, что без Лила сейчас игра не очень хорошо строится у агрессив мод. Потому что его импетусы, даже сам факт наличия энчантера составляет вас играть очень определенно. Вы не можете постоянно хит энд ран действовать. Вы очень много демеджа получите с импетусов. Казалось бы, с упор четверка, но наносит сумасшедшие тонны урона. Здесь мы видим попытки вылазки Рикимару с Дезраптором под смоками, но никого не находят на данном этапе. Виберд можно было попробовать отыскать, но этого не происходит. Поэтому просто пару вардов и разойдутся на этом. Вот начинается Девардинг идти. И сигналит, что ребята у нас тут ломают низ. Какой интересный артефакт у нас убивает энчантрос. Да, вот именно такой звук, я думаю, и будет. Илезионист Кейп еще есть. Но здесь Илезионист Кейп, возможно, не самая-то лучшая. Там Магдастайл нормально. Но ради этого себе слот... Ну да, и Рикки закладывали. У него все свободно еще. Пурзман-щилл, я думаю, сейчас не сработает. Хотя тут ловушка готовится, ты посмотри. Могут, вроде, Рикки Мару поймать со Скайларком. Но нет. Спринт и побежали. Фордар спрятался, не нашли. Там Рикки иллюзию, кстати, проводит до вражеской базы. За ним погоня, за этой иллюзией идет серьезно. Может, он, да. Иллюзия-то Иллюзионист Кейп весьма неприятная, скажу я тебе. Собирается вместе на нижней линии. Там вверху заспаунился роны волшебства. Не подбирает ее. Дисраптор. Наганим вот только-только начинает собираться от Спартана. Больше он работал на мобильность свою. В итоге же, потихоньку маленький, что и золото себе взял. 240 золота в минуту он получает дополнительно. Неплохо-то. Капает немножечко. И что? Тем временем Медведя сгрызает. То есть 300. Там появилось МКБ номер 2 для Клинкса в том числе. Ну вот теперь можно справляться с ССФом. Уже будет чуть быстрее. Намного быстрее уж, будем откровенны. Ну да, там можно будет подфокусить. И пиши пропало. Если будут так же сражаться, где-то от хайграунда, то шансы все имеются. Снова попытка перезахватить Иванпост. Все-таки контроли за двумя ванпостами был сейчас в команду Чикенфайтерс. Тоже важный момент. Ну, Алил идет за нижнюю. Там уроны богатства попутно все четыре забирают Силы Тьмы. А это очень немалые финансы, будем откровенны. То есть они сейчас 2000 золота получили на халяву. Ну это да. По Нетворсам имеется в виду. Нормально, все. Эбисал Блейд. Для Лон Друида. Теперь вдовесок. Дополнительный контроль. Все плотнее и плотнее становится Мишка. Там 4000 здоровья. Да, у него не так много брони. И Слардар этим будет частично пользоваться. Но игра эта уходит уже в Уберлейд. Здесь не так играет роль, сколько золота у вас в преимуществе. Важно, как вы им распорядились. Пока у вас не 20000 преимуществ. Ну, ладно. Конечно же, тут есть какой-то дополнительный артефакт. То и два, то и три. Но куда важнее, прожмете ли вы все кнопки. То есть если поймать того же самого Спартана и убить его до Блинков, Юлов, Статик Штормов, все твои деньги не работают на Нетвордс команде. Кстати, тоже собирает себе не Блинк. Аганим. Скайларк на Слардаре. Ну, по классике. Дел дальше. Айон Дисглейн Чантрас. Хорошо. Вместо сеточки. Пойдет. Лил понимает, что его сейчас пытаются фокусить в первую очередь. И нужно вот выжить в первые секунды файта. Пережить этот сумбур изначальный врыв от ремастера, когда он разложился. После этого уже драться. Сыр не обесценивается по таймингам. Прежнему он не прожат. Поэтому Рики с двумя жизнями, по сути, если успеет нажать. Главное успеть нажать. Потому что есть неплохой фокус. Тем более, Бисал Блейд сейчас имеется. Так что нормальная тема. Тысяча Найт Вижена добрался. Ого! Можем посмотреть его Вижен ночью сейчас. Ну, с учетом того, что Слардар бегает с геом, для него это максимально приятно. Приятненько. Момент. Маяк ходит такой. Хороший, кстати, фильм, ребят. Посмотрите. Фликер выбивается в ремастера. Аганим для Слардара. Ну, Баранин же с длинным уроном бегает. Есть у него деньги на МКБ. Но пока что он их бережет. Понятное дело, нужен байбэк. Стремится к тридцатке тысячи Найт Ворса. Все у него под контролем. Лил тем временем чувствует себя так же неплохо на нижней линии. Запушивает очень смело. Сам Лайн его вновь за Рошана драться пойдут сейчас. Ну, а почему нет? Что у нас там в Рошане в третьем получилось? Или Фрешер Шарт, или Аганим? Аганим. Тут уже половина Аганима-то собрали. А, кстати, Дизраптор успел купить? Дизратор должен успеть. Там у него так много золота копаешь. Да, но он сам купит его действительно быстрее. Энчантрес и будет спронь-спронь. Видимо. Пока же Мишку пытаются подрезать. Ну как пытаются. Тысяча пятьсот крита как тебя устраивает? Они дальше подмежали. Ты посмотри, иллюзии-то. Все в страхе разбегаются от них. Хорошо бы развести сейчас Брюмастера на ультимейт. Но, понятное дело, до врыва он этого делать не станет. Ультимейт Скайларка. Курса? А, куды! Куды, курса! Кто это такое? Куды? Что за нервы? Спокойно играем. Ну, все, вы отдали Рошан. Все, как бы это... Одна кнопка. А я без сыра гоним. Поздравляю команду Chicken Fighters. Халявный аганим. Аганим для Рики, видимо. Он его съел, забрал. Да? Да? Аганим же Рики взял. Сейчас себе. Да, он... А, Слард, да. Не, Слард, да. Съел, вот, баф. Рики съел. Все хорошо. МКБ для СФ и есть. Поняли, что теперь Айгис, можно рискнуть. Аганим для Дизраптора. Все с аганимами. Так забавно, из Рошана выпал один аганим, а появилось три аганима у команды Агрессив Мод. Это да. Неприятная новость для коррективов Chicken Fighters. Мы просто решили оккупировать все возможные направления. МКБ выкладывается, а зачем? Понадобится? Нормально. Не понадобится, ну, не будем вкладывать. ПТ-шка пусть лучше лежит. Он подойдет сейчас под вражеский хайграунд и в режим турейли перестроится такой. Танк осадный из Старкрафта. Да, начнется. Обстрел. Перемечается на нижнюю линию, кстати. И там пытается столкнуть в себя агридчиков. Но Скиттер выискивает того, в кого можно будет впрыгнуть. Но тут везде уже эти сентри ворды. Сломать. Скайларк подходит пару ударов. И поехали. Эмисон. Под Т4 не существует еще уже. Ну вот, Лида, ты посмотри, как он врывается. Брюмастер, ультимейт прожатся. Перемечки неприятности могут быть. Остановили. И сейчас Скайларк, который прожимает стан фростов, уходит. Тем же в временем витах Дизраптор. Переждать. Переждать ультимейт просто нужно от брюмастера. После этого уже драться. Хотя Верониджи может и сейчас начинать наваливать. Помишки в первую очередь работают. Поймали. СФ, но СФ не тот таргет, которого сейчас стоит ловить. Так, ультимейтов нет. В принципе, ну, у Саверлайта больше не сможет ничего сделать. И-и-и-и, ну, второй раз. Просто нужно понимать, эту атаку сейчас агрессив мод делали без СФа. СФ стоял за спинами, он вообще с верхней линии шел. Начинает падать Т3 в центре. Неплохие такие цифры. Федически вылетают. Тэп и салтблейт. Начинаем грызть. Чёрт, как-то ворвался в крип агрессивно очень. Если вы деретесь на хайграунде, вы неизбежно теряете свои строения. Верониджи хорошо процедили по здоровью. У него есть сатаник, помню об этом. Он очень быстро восстановит себе хп, как только вы начнете драться с ним на ручках. Глиф. Но тавер тает. Медленно, медленно. Но его заберут всё-таки. Ждём. Очередной заход. Закончился Глиф. Т3. Федически падает. СФ своё дело сделал. Теперь Медведь подтягивается. Может быть, он что-то помешает как-то Чарли. Но импедусы летят. Суприм! Ну вот что это такое? Два удара просто и крит на полторы тысячи в очередной раз. Минус рейнджовый барак. Милишн также разваливается. Корни по кипам. А там по иллюзии. Шумар какой-то. Ну и ломается потихоньку маленький барак. Да, там Армор выигрывает время. Но понимаешь, что подходит Рикки. Ещё раз с иллюзией. И просто бронежен. Стоит один. Да, он один просто сносит линию. А там Рикки прыгнул. А, Рикки отступил, да? Я понимаю. А, вот он Эбисел. Тут же сразу ветра. Останавливают. Роар. И догрызает. Минус Аегис. Прыгает Skylark. Останавливают. Скинуть фил. Поймали Лондруидом. Пока фокуса по нему нет. Рикки прыгает. Вот риви фокус. Колба неплохая, кстати. Нужно продолжать. Рикки уходит из файта. Есть тан от Слордара. Слордар убивает Клинкса. Клинкс байбекается в эту игру. Нужно защищать базу. Улетели импетусы. Расстреливает Лил, как артиллерия. Со спины полечу. Минус половина здоровья с одного импетуса. Байбек отличает, естественно. Также добивает Соберлайта. Какая пауза. Дисконнект от Клинкса что? Вот это подстава, конечно, сейчас. Да, не время для таких дисконнектов. Позвонили Пупею опять, видимо. Что делать? Спрашивают, что делать. Вот смотри. Ты говорил, все будет нормально. Там тычка в Сайперлайт уже вылетела. Какие шансы, что это будет промах? Сомневаюсь. Ну, хорошо. Мы понимаем возможности бремастера. Ну, понимаем, что игра сегодня явно улыбается. Гомах! Он разлучился еще успел. Хорошо, с разворота. Барак-то не добили? Все. Трайдер Инжоу, Барак и все эти старания. Но выбили они байбеки, нужно помнить. Теперь Клинксу умирать нельзя. Ни в коем случае! Клинкс не умирать! Колба! Импетусы полетели. Лил расстреливает. Понимает, что нужно просто запокусить Клинкса. И 115 секунд без него. Без демедж дилера, самого главного. Потому что Лондруид здесь выступает в качестве такого... Сайберлайт тоже ловит. Ему тоже нужно выкупаться. Но он потратил только что ультимейт. Еще раз падает барак. Поймали медведя. Прыгут за ним. Импетус нарезает. 8% доп. Импетус демеджа. 25 уровень у Лила. Ознаменует вполне возможно победу. 2-0 минус Сайберлайт после байбека. И дальше пробивает уже практически на фонтане. Убить ли час Анейко хотел было подняться на хайграунд, но не смог. Санейко поднимается под гостом. И good game well played. Агрессив мод побеждает на закрытых квалификациях европейского региона. И проходят в турнире, где будут сражаться за 300 тысяч долларов. Можно только поздравить. История Золушки просто. Ну а что? Ну слушай, в верхнюю сетку в основном шли. Но в конце, да, как бы... Это понимаешь, что как голливудский какой-то боевик или что-то подобное. Ты получаешь от главного антагониста по лицу, падаешь вниз, поднимаешься как Рокки и выигрываешь потом 2-0. Месть, конечно, была страшна сейчас от агрессив мод. Но не научились. Не научились. Чикен Файтерс вроде бы и смотрели предыдущую игру наверняка с командой Викинг, GG. Но этот Лондруид два раза подряд... Вот это и дело, да, Лондруид. Лондруид, то есть Милан... Да, была одна курса, наверное, одна курса плохая только. Вот которая была заюзана под Рошана. Один-два, ладно, да, нет, не страшно. Курса... Это не приговор, это не приговор для вас был. Это да. Даже первая стадия не приговор, когда вы потеряли там 9 своих героев за первые 6 минут. Они же откомбачили. График, если можно сейчас открыть, посмотреть те самые цифры и положение дел, как менялось по ходу дела. Но, видимо, да, вот как бы, вот они ровно-ровно шли. Там поначалу откомбачили эти 9 фрагов. Они те самые стартовые фраги ничего не дали по игре. Это первые Рошаны просто бах-бах-бах-бах. Как с каждым Рошаном все ниже, ниже и ниже. А вот с 30 минут, как бы, да, там понеслось уже. Тут не хочется как бы... Чикен Файтерс молодцы. Они хорошо играли на протяжении всего этого турнира. Они прошли по верхней сетке до этого финала. Не хватило совсем чуть-чуть. Но и Агрессив Мод будем ждать от них еще более лучшей игры на Лайне, которая пройдет в Китае в марте. По крайней мере, в данный момент такие даты. И там будут разыгрываться те самые 270 тысяч долларов. Соперники там будут посильнее. Ну, конечно, как же иначе. Впереди еще СНГ-квала, которая пройдет с 27 января. Также впереди нас ждет на этом канале просмотр за сражениями и противостояниями той команды, которая попытается выйти. Также один слот для СНГ есть. Может быть, там ваши будут любимчики, поэтому, друзья, подписывайтесь на данный канал. Молодец! Поздравляем его, конечно же, и коллектив весь Агрессив Мод. Друзья, на сегодня же наша трансляция будет заканчиваться. Огромное спасибо за то, что вы к ней присоединились. Помните, да, об этих квалах СНГ. Поэтому на данный канал подписались. На нашу социальную сеть подписались. И узнаете обо всех новостях, которые, собственно, мы для вас будем там публиковать. А на этом мы с вами прощаемся. Спасибо вам за просмотр. И услышимся на СНГ-квалификациях. СНГ-квалификациях. СНГ-квалификациях.